Сегодня в республике функционируют три кожевинных завода с долей государства. Это Минский кожевинное промышленное объединение, Бавруйский кожевинный завод и Гродненская кожевинная объединение. С долей государства, а без долей? Есть один кожевинный завод в городе Могилеве. МПКО у нас является наиболее крупным и мощным предприятием, перерабатывает 60% кожевиной продукции и, в общем-то, формирует стратегию и тенденции развития кожевиной отрасли всей страны. В 2013-2016 году на данном предприятии был реализован инвестиционный проект. Целью нашего проекта была, самое главное, это переработка всего внутристранового кожевиного сырья, производство максимально готовой кожевиной продукции с высоко добавленной стоимостью и отказа от реализации, так называемого нашего, это полуфабриката. И третья задача стояла, это максимальное удовлетворение, в общем-то, потребности наших ключевых потребителей кожевинных товаров, водущиков, мебельщиков, галантерейщиков и так далее. Взяли вы, добились? Нет, к сожалению, цели, практически ни одна цель, как таковая, нами не выполнена. Почему? То, что запланировано было в инвестиционном проекте, 28 единиц оборудования, все внедрены и все эксплуатируются. Они нужны были, это действительно так. Но, когда формировался план, закладывался очень оптимистичный взгляд на развитие обувной отрасли в целом, но... То есть у вас нет потребителя, вы могли бы дать больше, но нет потребителя. Совершенно верно. В Турции, Италии, Германии, России произвести и привезти сюда дешевле, чем вы на месте можете поставить. Почему? Мы плотно работаем с каждым из наших потребителей по тому, чтобы заместить то, что не возят по им. Сегодня, если рассматривать технологическую цепочку, все оборудование выстроено и может выпускать конкурентоспособную продукцию. Я абсолютно убеждена, абсолютно убеждена, что здесь дело только в компетенциях и желаниях разрабатывать, повышать. То есть директор вместе со специалистами работать не хочет? Недостаточно. Конечно. Предпринимается сил, усилий, интенсивности труда по наработке ежемесячно тех артикулов, которые необходимы рынку. Тех ноу-хау, технологии, которые сегодня требуют рынок. Александр Григорьевич, у нас сегодня в стране преимущество, самое главное, я считаю, это то, что у нас развивается животноводство и у нас своя сырьевая база. Я это не хуже вас знаю. Я задаю вам вопрос, почему вы губите стратегическое направление нашей экономики? Вот у меня какой вопрос. Я не могу сказать, что мы не работаем в направлении по разработке артикулов, новых видов кож, но работаем недостаточно интенсивно, так как требуется рынку. В этом надо признать, что это так. Сюда приходит уже полупубликатор сольного участка. Здесь он проходит сортировку. На этих машинах боится сырьев вдоль. Толщина задается программным методом, чтобы от каждого артикула нужной толщины получался вверх и получается стык. Здесь покраска идет. 8 пластиковых барабанов. То есть готовый продукт практически выкрашите. Новые машины шлифовки без пулей. Вот это участок шлифовки. Для чего это важно? Шлифы снимает. Шлифовка. Хорошая шлифовка сразу повышает сотни словар. Это для верха обуви. Вот качество. А вот смотрите, вот это, вот это. Новая Сицилия в этом году мы только сделали по заказу Галантей. Это из 6-7 сорта краски, то, что показывали. Это шлифовка, тиснение, покраска. Вот, вот то, что получается из низкого сорта. Мебельная кожа. Очень хорошо в прошлом году мы сработали спинс к древам. Да, нам помог ковид. Да, в Италии локдаун и так далее. И они с удовольствием брали нашу кожу. Пришло время отвечать. Вы вносите предложение, исключающее то, что я принял решение. Нет, наоборот, дополняющее. В развитии. Ваше поручение было прямое. Первое. Обеспечить переработку шкур, которые производятся в стране. Первое. Второе. Исключить производство полуфабриката и экспорт. И загрузить производственные мощности вот этого бизнес-плана, реализованного на везде. Ни одно из поручений не выполнено. Вот она отрасль на одном предприятии. Здесь надо переработать все, все шкуры, которые есть в Беларуси. Совершенно верно. Вы переработали здесь? Нет. Нет. Вы обеспечили кожу сырьем обувную, мебельную, галантерею и прочее. Вы обеспечили полностью под 100%? Не обеспечили. У нас 78 потребителей вот этой кожи. Так? Да. Вы предлагаете отдать это предприятие, которое будет перерабатывать и выпускать все кожу сырьем, одному человеку из 78. Правильно? Правильно. Какая будет потом конкуренция? Речь идет о приватизации предприятия. Порядок приватизации мною определен. Трудовой коллектив, исполком районного, областного совета согласовывают и документы поступают в правительство. Правительство принимает решение по продаже предприятия. Если все «да», вносится на рассмотрение президенту и президент принимает решение, продаем или не продаем. Может быть и нет. Все равно президент принимает решение. Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Почему? Объясняю. Это стратегическая отрасль нашей страны. Переработка кожеревенного сырья – это стратегическое направление. Поэтому это стратегическое предприятие. И мы должны уделять ему соответствующее внимание. Мы не можем, какой бы ни был хороший он человек, Белвест, руководитель, но нельзя в одни руки отдавать все кож сырье. Вы же понимаете, к чему это может привести? В правительстве на этой неделе пригласите всех. Все заходят в 78, пусть приедут. Создайте нормальную корпорацию их. Их задача – заставить ее, руководителя этого предприятия, делать то, что им нужно. Вот она сегодня попросила только одну или две вещи. Какие? Скажите. Кредит, чтобы согласить задолженность перед мясокомбинатом. То есть она взяла шкуры на мясокомбинате, но не все оплатила. Ей надо долг этот оплатить. 10 миллионов просроченная задолженность. 8,5 миллионов рублей. Это примерно 3,5 миллиона долларов ей надо для того, чтобы рассчитаться с мясокомбинатом. И еще. Ну, конечно, у нас вопросы на очистные сооружения. Вы эти деньги получите и будете на рыночных условиях покупать. Надо понимать, что это наше предприятие. И шкуры, которые она покупает, тоже на наших предприятиях. По поводу очистных сооружений. 2 миллиона долларов выделить на первый этап очистных сооружений. Не дай Бог, я приеду через год сюда, и эта песня сохранится. 2 миллиона долларов выделить на первый этап очистных сооружений.